Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, в Пресненском суде слушается дело Михаила Ефремова, сегодня Эльман Пашаев представляет свои доказательства, также свидетели, сегодня мы должны по идее узнать все его козыри. Перед началом слушания сторона потерпевших, представители потерпевших, адвокаты, применили, как мне кажется, такой хитрый ход, они обвинили Эльмана Пашаева, адвоката Ефремова, в подкупе свидетелей по делу о ДТП. То есть, сегодня, если свидетели бы, если бы, значит, судья удовлетворил это ходатайство, тогда все показания свидетелей, которые были бы предъявлены, они ничего не значили бы. Но судья не приобщил их к делу. Значит, послушайте, Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, отверг обвинение в подкупе свидетелей, их выдвинула защита потерпевших. В ответ на это Пашаев пригрозил ей уголовной ответственностью. То есть, Пашаев пригрозил уголовной ответственностью представителям потерпевших. Значит, на заседании защита потерпевших попросил допросить некоего свидетеля, который, по его мнению, докажет подкуп Пашаевым участников процесса. Пашаев ответил вот что передает РИА Новости. Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно. Это же просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, точнее, в Следственный комитет. После этого между сторонами началась перепалка, в ходе которой одна из адвокатов потерпевших, Ирина Хайрулина, заявила, что есть некое видео, доказывающее подкуп Пашаевым свидетелей. Однако суд отказался вызывать этого свидетеля, а также приобщать видео к материалам дела. Ну, вы знаете, это, конечно, такой адвокатский ход, такая уловка, потому что адвокаты потерпевших понимают, что сегодня возможно все. И, так скажем, Пашаев может пригласить свидетелей, которые могут, в общем-то говоря, и, как заявили адвокаты потерпевших, обелить Ефремова. И заявить вот такое ходатайство, конечно, это, ну, если они утверждают, что у них есть видео, доказывающее это и так далее, ну, не знаю. Но, по крайней мере, судья это во внимание не приняла, и показания начала давать супруга Михаила Ефрема, Софья Круглякова. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, ребята, кому нравится. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok